Что самое милое? Котики! Самое милое в мире это котики. Это по мнению Грибова и, конечно же, Александра Елютина, который говорит, котики, кисы, кошечки. Корни тоже хорошие, но коты вот тоже прекрасные. Смотрите, какой у нас красавчик здесь появился. Куратор общества бездомных животных Хатик Виктория Малькевич у нас сегодня в гостях. Это наши частые, ну не то чтобы частые, хотя это просто мы и не так редко видимся с вами, моя уважаемая троица. Мы ведь занимаемся добрым делом. Во-первых, мы разрешаем животным почувствовать себя... Телезвездами. Почувствовать себя не то чтобы телезвездами, как это сказать, почувствовать себя настоящими домашними питомцами и посидеть на рабочем столе. А ты что такой напряженный? Может нас славится, все хорошо. Бездомно у нас написано, кот, но как бы, наверное, неправильно, так скорее, безхозяйный. Безхозяйный, скорее всего. Правильнее обозвать его. Юкс его зовут. Посмотрите, какой очаровательный, какой прекрасный. Виктория, есть же какая-то расшифровка, вы сказали, вот Юкс, да? Как-то пошутили, как это расшифровывается? Нет, просто у каждого животного в связи с его характером тоже имеется определенная кличка, так сказать, как мы его любя зовем. То есть Юкс это аббревиатура каких-то характеристик? Ну вы что-то про Юркий. Юркий, классный. Юкс, я знаю, Юркий комочек счастья. Саша, тебе нужно идти маркетологом в хатик, для того чтобы придумывать уникальные клички. Виктория, вы вот сказали про характер. Расскажите, пожалуйста, вот про этого питомца. Какой у него характер? Он у нас очень дружелюбный. То есть он с первого же дня подружился со всеми моими обитателями и спокойно спит. Это у вас какие обитатели? С недружелюбной собакой. Недружелюбной собакой? Да. Два кота, кошечка и еще немножко собаки. И компот. Немножко собаки. А как же он попал-то? Давно ли? Ну, получается, его принесли в клинику. То есть, вероятно, либо хозяева решили так от него избавиться, либо же на улице добрые люди нашли и принесли в клинику. Его в сознательном возрасте, получается? Да, вот буквально не так давно. А какой возраст? Ему где-то около двух годиков. Так подождите, его что, в морозы прямо принесли? Вот недавно, вы говорите, недавно были морозы. Мы сотрудничаем с клиниками, и клиники помогают нам, и мы помогаем им в таких ситуациях, когда к ним подбрасывают детей, так сказать, подкидышей. И мы стараемся тоже помочь им пристроим процедурами. Что уже можете отметить о этом коте? Какие есть особенности? Он очень любит спать. Вот даже сейчас, если я его отпущу и перестану трогать, он все равно будет здесь лежать, спать. Он и снет. Ну, что понятно, что понятно, что на другую часть, потому что необычная новая обстановка, люди какие-то бодрые в шест... Что? Ну, зачем они здесь и почему они это делают? Но, тем не менее, это такая, да, у нас, брат, работа есть. Смотри, как он с тобой пошел. Мне кажется, у тебя есть, Сережа, домашнее животное? Не надо, мне этих намеков, пожалуйста. Это не намек, это просто вопрос. Я против, был бы домашнее животное, но дело в том, что я много времени провожу именно на работе и редко бываю дома, мне кажется, это неправильно. Представляете, ты приходишь домой, а тебя ждет он. Это здорово, если бы я это делал частички хотя бы, или у меня, если бы там маленькие дети были, которые бы с удовольствием играли, а так... У меня у родителей есть два целых кота, я с удовольствием за ними наблюдаю, играюсь, они периодически приходят и спят со мной. Ну, я имею в виду, что когда я к ним в гости езжу, а так сейчас... Ну, он прекрасен. Посмотри, действительно, тигр, у него такая краска даже. Да, да, да. Нет, ну, обычный симпатичный кот. Виктория, а... то есть он приучен к лотку? Там вот самые главные вопросы, которые интересуют, это момент стерилизации, момент приученности к лотку. Прежде чем пристраивать животное, у нас обязательно его прохождение всех-всех процедур. Это констрация, все привиски возможны, в том числе приучение к лотку и к обоим видам пищи. То есть он будет есть как натуральную еду, так и корма. Серьезно, вы учите животных есть и ту, и ту, и ту? Да. То есть если животное сначала ело либо корм, отказывалось от натуральной еды, потому что у нас прям целая система голодовки, которая приучает животное к полноценному питанию. Ого! А как вообще, по-вашему, насколько часто, ну, или есть, наверное, какие-то нормы относительно того, допустим, сколько раз он должен какую-то жидкую пищу принимать или, может быть, мясо? Скорее есть обязующие, что у животных всегда должна быть свежая, чистая вода в миске. То есть минимум раз, желательно даже два раза в день ее необходимо менять. Чтобы животное в любой момент могло подойти и попить, когда ему это необходимо. А в целом, как кормить, это зависит в первую очередь от привычек и повадок вашего любимца. А как думаете, какой ему хозяин подойдет? Может быть, спокойный или наоборот какой-то такой сбалмошный? Думаю, это зависит в первую очередь. Соня! Как вы и говорили, Соня подойдет. Сереж, держи его, держи. Держу, держу. А он готов разнопасть. Он любопытный, посмотри, какой любопытный, хочет исследовать. Ой, да, да, он оживился. Он, кажется, понял, что, в принципе, обстановка ничего такая, можно здесь и как бы расположиться. Он увидел диван просто. Лезет, лезет все равно лезет. Виктория, а можно вот такой вопрос? Может быть, у вас спрашивали, может быть, нет. В общем, мы здесь смотрели ютуб-ролики. Я очень часто сейчас с дочерью смотрю смешных котиков. И так или иначе я вижу о том, как коты... Ну, мы говорим про лоток, а вот в этих роликах коты ходят в обычный туалет. Обычный, привычный всем туалет. Реально ли... Издергивают еще. Издергивают еще. Ну, как, нажимают. Реально ли научить животного, кошку, питомца вот так делать? Если с самого раннего детства его приучать к этому, то есть наказывать за любые похождения, даже в лоток, и целенаправленно его выносить. Ого, он подумает вообще, что тебе нужно, хозяин, ты с ума сошел. Лоток, все, нормально, что ты хочешь? Он сам уйдет. По-русски. Это может быть неудобно для вас в самом числе. То есть вы приходите, а там занята, простите меня, правдик, живете один, а у вас в туалете занята в свое время. И газетка, газетка у него, что-то с айпадиком может быть. Ну, то есть взрослого кота нереально, да? Ну, зависит от обучаемости. Куклачева, это вам куклачева на мастер-класс. Она переехала недавно, и у нее коты, два кота стали просто ходить в ванну, свои дела делать. Есть некоторые проблемы с тем, чтобы принять ванну, но зато чисто. Это может зависеть от запаха. Серега, интересно, наверное. То есть животные стараются своим запахом, если они чувствуют чье-то тяжелое, перебить. То есть иногда бывают такие ситуации, например, берут животное в семью с ребенком, а ребеночек маленький писается, и животное чувствует этот запах, начинает писать даже, куда писает ребенок. То есть там в кроватку, вот так. Да, такие случаи вполне естественные, и если у вас кот ходит в ванну, то задумайте, что, по-моему, пора поменять ванну. Коллективная такая история. Крутая тема, на самом деле. Я, как кажется, отначили с Тодового, а закончили другим. Но, тем не менее, давайте еще раз расскажем, какие координаты нужно знать для того, чтобы Юкса, например, забрать себе, или, может быть, вы знаете, кому можно было бы... Ну, вообще, телефон указан на экране, 8-913-832-85-55. Помимо этого. Как показать рукой? Вы можете в любой соцсети набрать, в поисковике групп, хатика, красноярский, там вылезет наша группа со всеми контактами наших администраторов и фотографиями животных. Вы можете выбрать себе понравившееся, или написать любому администратору, который с радостью поможет вам выбрать для вас самого хорошего. Ну, брат, да вон какой очаровах. Посмотрите. Ну, прям по нему даже не скажешь, что он был чем-то обижен, конечно. У него мудрое лицо. Ну, да. Ну, как мудрое? Если ему два года, то я в его глазах вижу безумство немножечко. Он смотрит на нашего оператора. Немножко, но в такой взгляд испепляющий. Он хочет поиграть с его наушниками. Да, там такие... Ну, посмотрите, сколько там веревочек всяких висит. Проводочки какие-то. Маленькие. Ой, он хороший. Ну, что ж, итак, действительно, Виктория Мелькевича у нас сегодня была в гостях. Кот Юкс. А, который ищет себе хозяина, да, уже дали ему даже некоторую расшифровку его имени, поэтому вперед, друзья, будьте активны. Юркий комочек счастья. Юркий комочек счастья ждет вас в хатике. Виктория Мелькевич, большое спасибо скажем. И я уверен, что мы обязательно найдем хозяина для этого прекрасного кота. Уверены в этом. Принимаемся на небольшую булку рекламы, но не переключайтесь, скоро вернемся.